Приветствую вас на канале Демоника. В этом видео я расскажу вам про транзисторы. И расскажу вам вовсе не ту информацию, которую вы можете почерпнуть из учебников или популярных статей. Я расскажу вам информацию, о которой многие-многие-многие забывают и практически о ней не говорят. Итак, транзисторы. То, что это большая железяка с тремя ногами, об этом можно не говорить. Эти железяки могут быть и в пластмассовом корпусе и могут быть очень разными. Но подразделяются два основных типа транзисторов, которые называются биполярные. Это действительно полярные транзисторы разных типов. И хотя по внешнему виду они очень похожи, а если бы мы брали современные, то они вообще идентичны один в один, то внутренняя их структура все-таки зависит от того, какой полупроводник в них был использован. И условно можно разделить биполярные транзисторы на два типа. Я говорю условно, потому что типов может быть бесконечное множество. Ведь разные фирмы, разные изобретатели, они могут изобрести свой собственный транзистор, который можно будет назвать и не биполярным, и не каким-либо другим, который уже ранее выпускался. Но традиционно это два типа транзисторов, которые имеют либо P-тип проводимости. Вот эта буковка, как русская R, это P латинская. Или же P-тип. P-тип, или так называемые положительные транзисторы, были первыми, их изобрели первыми и делались они из Германии. Вот этот вот транзистор, мой один из любимейших, большой, хороший, с медным корпусом, это действительно германийый транзистор со своими уникальными свойствами, имеющий P-тип проводимости, или так называемый положительный транзистор. В современном радиотехническом языке вы такого названия уже точно не встретите. Но ранее вы могли читать о том, что есть положительного типа транзистора и отрицательного типа транзистора. Положительного типа делались на Германии, а отрицательного типа на Кремнии. И хотя у обоих этих транзисторов служит основным звеном это так называемый полупроводниковый переход из одной среды в другую, основным носителем, или же основным источником полупроводника, или же основным веществом полупроводника является здесь Германий, а здесь Кремний. Транзисторов бывает разное, разное множество, и может быть материал полупроводника совсем иным, но мы говорим о классике. И именно эта классика биполярных транзисторов позволит нам дальше понимать то, о чем я вам и расскажу. Итак, название биполярное. Что оно подразумевает? Би это два, полярное это полярность. Полярность любой батарейки это плюс и минус. А значит, биполярные транзисторы имеют и плюс и минус, и они категорически зависят от того, что эту полярность на самом деле путать нельзя и поменять местами нельзя. Да, ребята, я вижу, что вы видите и это обозначение, и этот транзистор, и вот это название униполярные, но потерпите немножечко. Чтобы понять то, о чем я вам расскажу, надо обязательно понять то, что я вам покажу. Итак, биполярные транзисторы положительного типа запитываются эмиттер к плюсу, коллектор к минусу, а управляющий электрод базы должен испытывать отрицательный потенциал, или же получать отрицательное смещение, или же должен быть подключен просто к минусу, чтобы этот транзистор стал проводить ток. В транзисторе N типа, или так называемом отрицательном, на коллектор подается плюс, а вот на эмиттер минус. Отрицательный транзистор по эмиттеру. Скажу вам историческую маленькую справку, что основной элемент транзистора это именно эмиттер. Эмиттер есть и у обыкновенного диода, у которого не три ноги, а всего две. Эмиттер есть даже у микросхем, у которых ног гораздо больше. В общем, эмиттер к плюсу это P-тип проводимости, и эмиттер к минусу это N-тип проводимости. Положительные транзисторы и отрицательные. Положительные транзисторы управляются отрицательным потенциалом, а отрицательные транзисторы положительным потенциалом. Если на базу такого транзистора подать плюс, то как в обыкновенном диоде от плюса к минусу, через эмиттер по вот этой стрелке будет протекать ток, и транзистор откроется. Открывается у транзистора именно вот этот переход, коллектор базы. Так же как и у этого транзистора, коллектор базы. При этом есть некоторые особенности и большая разница между транзисторами кремниевыми и германиевыми. Скажем, кремниевый транзистор должен быть включен только вот в этой полярности и никак иначе. Если плюс подать на эмиттер, не то чтобы транзистор сгорит, но проводить в сторону коллектора он не будет. И в сторону базы не будет. И пренебрежение этими правилами может испортить данный транзистор. С германиевыми транзисторами это не так. И я это показывал и рассказывал не раз. Германиевые транзисторы обладают вообще поразительно чудесными свойствами. Их объемный так называемый ПН-переход настолько универсален, что можно попутать. Коллектор с эмиттером и транзистор сохранит свою работоспособность, мало того он будет усиливать. Но это отклонение. Большая часть германиевых транзисторов, отработанных хорошо и технологически выпускаемых, все-таки подчиняются стандартным законам. Плюс на эмиттер проводим сюда и никак иначе. Здесь минус на эмиттер и проводим сюда и никак иначе. Если мы откроем такой транзистор и попытаемся проводить ток в обратном направлении, то ничего на самом деле интересного не произойдет. Точнее транзистор не будет проводить ток в обратном направлении, потому что базоэмиттерный переход у него просто-напросто перекроется и закроется противоположным напряжением. То есть биполярные транзисторы, они подобны диодам, но правда с ключом управления по базе. И они проводят ток только в одном направлении. Имеют плюс, имеют минус, имеют две поляры или же два полюса, как у обыкновенной батарейки. А теперь приступим к вот этому интересному транзистору, который называется в обиходе полевым. Ну и есть, конечно, зарубежные аббревиатуры, которые мне не очень нравятся. Почему? Вот эти транзисторы управляются током, именно током, именно миллиамперами и амперами. А вот этот транзистор, вот этот транзистор управляется вольтами. И я недаром изобразил затвор именно вот таким вот образом. На самом деле, изначально договориться между собой радиоэлектронщики и фирмы, выпускающие полевые транзисторы, не могли. И обозначения полевых транзисторов могут встречаться очень и очень разные. С изолированным затвором, с пробойной зоной, с плавающим затвором, с эмиссионным затвором, с фотозатвором и так далее. Мы изобразим полевой транзистор просто так. Два электрода, один из которых называется исток, а другой сток. Между прочим, здесь они не имеют никакой разницы, честно говоря, и вы поймете почему. И затвор. Как управляется полевой транзистор? Между двумя этими электродами не проходит электрический ток ровно до тех пор, пока на затвор не подается управляющее напряжение определенного типа. Как и биполярные транзисторы, полевые транзисторы тоже могут быть как положительными, так и отрицательными. Но нас интересует именно полярность. И к полярности биполярных и полярности униполярных транзисторов положительность и отрицательность не имеют никакого отношения. Скажем, транзистор положительный, он все равно биполярный. Транзистор отрицательный, он все равно биполярный. Здесь транзистор положительный, он все равно униполярный. Транзистор отрицательный, он все равно униполярный. Полевому транзистору можно сюда подать плюс, сюда минус. Ток не пойдет ровно до тех пор, пока на затвор, в зависимости от типа транзистора, мы не подадим определенное напряжение. К примеру, у нас транзистор отрицательного типа. Это значит на затвор, как и в этой классике, мы должны подать плюс, если отрицательный тип. И наоборот минус, если положительный тип. То есть между затвором и одним из электродов, истоком, либо стоком, либо наоборот, должно возникнуть напряжение электрического поля. То есть мы должны дать заряд на затвор. При этом заряд, как вы знаете, может быть как положительным, так и отрицательным. И вот тут, дорогие мои, начинается самое интересное. Если в биполярном транзисторе открывшийся транзистор, он, во-первых, будет открыт только ровно в тот момент, когда протекает ток через базу эмитер, что здесь, что здесь. И как только у базы мы уберем напряжение, ток прекратится и транзистор закроется. Мало того, открытый транзистор проводит ток только в одном направлении, как я уже вам об этом сказал. То вот в случае униполярного полевого транзистора, его название униполярность говорит само за себя. Все дело в том, что открыв единожды этот затвор и зарядив его, и не подключая больше затвор ни к чему, то есть не снимая с него заряд, мы стабилизируем заряд внутри этого транзистора, транзистор открывается и проводит ток, вне зависимости от того, удерживаем мы здесь напряжение или нет. То есть как только мы зарядили затвор, он будет сохранять свой заряд и откроет транзистор. Мы уберем провод, которым заряжали затвор, и транзистор все равно останется, так сказать, включенным, проводящим. То есть он, во-первых, запомнит свое состояние, а во-вторых, скажу чуть позже, вы поняли, что это есть не что иное, как ячейка памяти. И микросхемы, основанные на свойствах этого транзистора, так называемые КАМОП-логические микросхемы, были сделаны, и на них делается память. Не делаются никакие триггеры, не делаются никакие триггеры Шмита, счетные и прочие, нет. Не делаются триггеры из двух транзисторов, нет. Делается ячейка памяти из полевого транзистора. Как? Заряд сохраняется внутри полевого транзистора, особенно в микросхеме, практически бесконечно долго. И транзистор может у нас быть либо проводящим, либо непроводящим, то есть запоминать как нолик, так и единицу. По сути дела, имея вот такой, именно такой полевой транзистор, мы имеем ячейку памяти на один бит. Видите, как здорово? Вроде бы простой транзистор, а уже какое применение? Ни один из этих транзисторов, несмотря на то, что они шикарные, имеют свои положительные свойства, не обладает таким свойством запоминать свое состояние. А здесь запоминает. Ну а теперь приближаемся к вот этим трем буквам. Хорошие три буквы. Уни. Если Би это 2, то Уни. Уни это пофиг куда. Извините за грубость. Точнее говоря, мы можем пускать плюс сюда и минус сюда, когда у нас открыт транзистор. Итог потечет в этом направлении. А можем перепутать плюс сюда, а минус сюда. Итог у нас потечет в этом направлении. Шикарно. Я уже, кажется, наговорил слишком много того, что может удивить даже очень опытного инженера-электронщика. И пора, наверное, приступить к экспериментам. Мы возьмем вот этот транзистор и проверим все то, что я словами наговорил на практике. Итак, маленький промежуточный вывод и то, что мы сейчас на практике будем доказывать. Во-первых, я собираюсь доказать, что полевой транзистор такого типа является ячейкой памяти. То есть, когда мы уберем с управляющего электрода управляющий сигнал, транзистор запомнит свое состояние. Второй момент. Я собираюсь доказать, что этот транзистор, в отличие от биполярных, не только сохраняет свое состояние, а еще при этом проводит ток от стока к истоку и от истока к стоку. То есть, куда бы мы плюс не присоединили, транзистор остается в проводящем состоянии. Итак, эксперимент первый. Мы сперва берем и включаем этот транзистор. Для данного типа и для данной марки транзисторов характерны следующие расположения выводов. Средний вывод это плюс. Крайний этот это минус. И вот этот короткий вывод это тот самый затвор. Почему я не называю эти выводы сток исток? Потому что это униполярный транзистор. И я могу плюс-минус менять местами. Вне зависимости от того, хочу я работать с этим транзистором или нет. Итак, я должен подключать сюда плюс согласно правилам, сюда минус, а сюда управляющее напряжение. Ну что ж, как и положено в схемотехнике, я взял, подключил два провода, включил прибор, но сейчас через транзистор ток не протекает. Он закрыт. Здесь сопротивление равно бесконечности. На затворе потенциал либо отрицательный, либо тот потенциал, который транзистор не открывает, то есть близок к нулевому. Прозваниваю я транзистор в режиме прозвонки диодов. Это удобный режим. Теперь давайте транзистор откроем. Открыть полевой транзистор можно, подав положительный потенциал вот на этот вывод. Это затвор. Мы подали положительный потенциал. И так как ток нам не нужен, мы можем убрать положительный электрод и подсоединить его вот сюда. Прибор запищал и показывает, что транзистор проводит ток. Теперь давайте убедимся в том, что транзистор будет проводить ток как в прямом, так и в обратном направлении. Я возьму и поменяю плюс с минусом местами. Транзистор проводит ток и в этом направлении, и в этом направлении. То есть униполярность данного транзистора подтверждена. Теперь положим его в сторонку и можем гулять дня 3-4. Я это проверял, но у нас столько времени нет. Через некоторое время мы опомнились и решили проверить, а как у нас там состояние нашего транзистора. Затвора я не прикасался никакими электродами, но хочу проверить, проводит транзистор сейчас ток или нет. Если я захочу закрыть этот полевой транзистор, то я должен подать отрицательный потенциал на затвор. И теперь в прямом направлении у нас проводимость сменилась на бесконечность, а вот в обратном направлении вы сейчас будете наблюдать кое-что интересное. Обратите внимание, что падение напряжения при прозвонке как диода у этого транзистора сейчас точно такое же, как у обычного кремниевого диода. На самом деле, если мы будем сейчас проверять сопротивление данного транзистора в прямом направлении, то сопротивление у него бесконечно велико. И проводимости нет. Это точно так же, как если бы мы просто взяли и разомкнули контакты. При этом проводимости нет как в прямом, так и в обратном направлении, потому что транзистор мы закрыли. Давайте еще раз посмотрим сюда. У закрытого транзистора нет никакой проводимости. Но что же мы увидели по прибору, когда рассматривали транзистор с помощью режима прозвонки диодов? Давайте еще раз посмотрим на этот эффект. Мы видим значение, это падение напряжения в милливольтах на ПН-переходе, как будто бы мы прозваниваем диод. Но на самом деле диодной проводимости тут нет. И транзистор приобрел еще одно интересное свойство, кроме того, что он униполярный, кроме того, что он является ячейкой памяти. Он еще внутри вдруг образовал так называемый виртуальный, ну то есть не существующий, не настоящий виртуальный диод, который по приборам вроде бы и показывается, но использовать практически никак нельзя. Да, такое свойство, такое свойство именно униполярных транзисторов, причем достаточно старых марок, стоит учитывать, если вы конструируете схемотехнику, скажем, для радиочастотных модулей. То есть высокочастотные модули могут воспринимать такое свойство, диодное свойство полевого закрытого транзистора, как выпрямитель и могут создавать помехи. Но если виртуальный диод, который можно обнаружить приборами, он практически никогда не мешает в реальных схемах, то незнание того, что униполярный полевой транзистор проводит то, как в прямом, так и в обратном направлении, когда он открыт, и когда на затвор не подан запирающий потенциал, вот это иногда может подвести вас очень сильно, и ваша схема просто не будет работать. А теперь немножечко о том, что то, что одним кажется очень вредными и бесполезными свойствами, можно очень хорошо использовать. Так вот данные полевые транзисторы легко использовать в оптико-механических или в оптико-электрических реле, там где ни один биполярный транзистор не справится. Мало того, зная это свойство, можно подбирать вот такие полевые транзисторы без учета их типа проводимости. К примеру, скажем, положительных полевых транзисторов у вас много и нет ни одного отрицательного. Берете тот же самый транзистор, правда вот таких вот именно марок, и используете вот это свойство, о котором я рассказал. Очень часто, очень часто, к примеру, вот к таким транзисторам относятся пренебрежительно из-за того, что их температурная зависимость, ПН-переходов и проводимости, очень высока. Это называют и током утечки, и током бесполезным, вредным. Но, на самом деле, используя такой транзистор, вы можете всего с помощью одной детали делать устройства, которые делаются обычно из десятка разных деталей плюс терморезистор. А здесь у вас все в одном флаконе или в одном корпусе. И терморезистор, и ключ, и даже диоды с резисторами. Мало того, многие из тех, кто делал усилители, особенно линейные, хорошие, сталкивались с тем, что вот этот кремниевый транзистор немножечко шумноват, и звуки у него получаются резкие. И если в усилителях это есть небольшой недостаток, то есть он может завышать высокие частоты, или же давать высокочастотную помеху в радиопередающих устройствах, то вот в автогенераторах, которые задают частоты, работают с кварцами, или же просто раскачивают катушки индуктивности, скажем, в тех же катушках Тесла, или в любой другой системе генерации, эти транзисторы просто великолепны. Их внутренние шумы, усиленные самим этим транзистором, приводят к тому, что любой генератор на таком транзисторе получается очень легко и на ура. Зная подобные свойства, о которых я вам буду рассказывать еще не раз, вы сможете создавать схемы, которые по количеству элементов не дотягивают даже до простого спичечного коробка, или не знаю, как сейчас это говорят, в общем, очень простые, но при этом превосходит многоэлементные компьютерные и микросхемные схемы. Ну а на этом все, пока с вами был канал Демоника. Электроника это просто весело, забавно и интересно.